Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от Урина Ларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии» и «Детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edudefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Стримауха Анатолий Анатольевич, и мы с вами продолжаем рассматривать актуальные вопросы практической медицины, иллюстрируя их случаями из практики. Вот сегодня поговорим о раке, области большого дуоденального сосочка. Ну вот, он называется большой дуоденальный сосочек, но не такой же он большой, он маленький. И находится не в очень сложных, но достаточно, так сказать, интимных взаимоотношениях с поджелудочной железой, с желчеводящими путями, с двенадцатиперстной кишкой. Мы понимаем, что формируется это все из общего желчного протока со своим сфинктером, из панкреатического протока со своим сфинктером. Образуется ампула, и сфинктер ампулы, и сфинктер одди. И вот, собственно, большой сосочек, который находится в двенадцатиперстной кишке. Соответственно, заболеваний может быть много, и вот одно из этих заболеваний – это рак области большого дуоденального сосочка. Почему говорю об этом? Потому что не так часто у нас встречается. Если встречается, то может быть недооценена симптоматика или пропущена. И случай из нашей практики может очень наглядно иллюстрировать и сложности диагностики, и тактику ведения таких пациентов. Итак, рак области большого дуоденального сосочка. Вообще, злокачественные опухоли большого дуоденального сосочка представлены карциномами. В основном – канцерномами, злокачественными эпителиальными опухолями, гистологически – это аденокарциномы. Независимо от того, исходят ли они из ампулы, протоков, или ацинусов поджелудочной железы, или желчного протока. Очень часто трудно определить исходное место развития этой опухоли. Карцинома в большинстве случаев имеет вид полипа или опухоли медулярной, мягкой консистенции, иногда с низкой степенью злокачественности. А при гистологическом исследовании выражен фиброз. В отличие от карциномы большого дуоденального сосочка, ацинарно-клеточный рак обычно более крупный, плотный, склонен к инфильтративному росту. Размер опухоли до 3 см. И распространяется так. Сначала инфильтрируется головка поджелудочной железы, а потом распространение по стенке общего желчного протока. Возможно, заинтересованность нисходящей части 12-перстной кишки, инвазия в нее, с изъязвлением слизистой, вторичным кровотечением. Опухоль может прорастать и в селезеночную воротную вену, а это влечет за собой их тромбоз и развитие спленной мегалии. В третьих случаях уже интероперационно выявляются метастазы в региональные лимфатические узлы. И распространение опухоли часто происходит по переневральным лимфатическим путям. А вот прорастание в селезеночную воротную вену может явиться источником гематогенных метастазов печени, в легкие, иногда в брюшину и сальник. Экотеология опухоли неизвестна, но не исключено, что она связана с доброкачественными опухолями этой зоны. У мужчин заболевание встречается чаще, чем у женщин. И преимущественный возраст начала этого заболевания, манифестации его, это где-то 50, там 70, 50, 69 лет, согласно статистике. Клинический. Ну, клиника понятна, исходя из локализации самой опухоли. Клинические проявления складываются из симптомов холестаза и недостаточности функций поджелудочной железы, а также из общих и местных проявлений вообще опухолевого процесса. Пациент при этом желтушен, отмечаются признаки остенизации, быстрого похудания. А если есть желтуха, то желтуха, она, естественно, подпеченочная, обтурационная. Начинается она из подоволь, постепенно усиливается. И при опухоле хампула может быть умеренной или интермитирующей, зависит от того, как идет отток желчи. Может быть зуд, но нечасто. Может быть холонгит, но тоже нечасто. Могут быть боли в животе. Если они есть, то они локализуются в эпигастрии, в правом верхнем квадранте живота. Иногда не только в животе, а в спине. Обычно постоянные, усиливающиеся по ночам при приеме пищи. Естественная слабость, снижение массы тела, и это прогрессирует. Если опухоль распространяется на нисходящую часть двенадцатиперстной кишки, то могут быть рвота и непроходимость кишечника. А издезление двенадцатиперстной кишки сопровождается кровотечением, не всегда явным, иногда скрытым, но оно может быть. Теоретически должен быть положительный симптом курвазии, то есть пальпироваться увеличенный желчный пузырь. В половине случаев это происходит, в половине нет. Но на лапаротомии всегда выявляется, что увеличение желчного пузыря имеет быть, его выявляют у большинства пациентов. Печень может быть пальпаторно увеличена, метастазы там выявляются редко. Опухоль поджелудочной железы, как собственно и саму поджелудочную железу пропальпировать обычно не удается. Селезенка пальпируется только в случае тромбоза, селезеночная вена. А если опухоль распространяется на брюшину, то развивается асцит. Иногда бывает анемия. Картина крови страдает не сильно или вообще не страдает. Белая кровь, я имею в виду лейкоциты, но соя всегда повышена. Естественно, коль скоро есть холестаз, то должны быть его лабораторные признаки. Это повышение трансаминаз, умеренное, как правило, и значительное повышение щелочной сфотазы и гамма-глутамат-транспептидазы. Диагностика этого состояния, этого заболевания. Но я всегда говорю, что страна у нас большая, и диагностические возможности различных лечебных учреждений очень разные. Разные. Где что есть. И вот исходя из того, где что есть, нужно и заниматься диагностикой. Потому что диагностика, правильно назначенные методы и правильно проведенные, дают достаточно большое и качественную информацию о том, что происходит в организме человека. Ну вот, в диагностике опухоли используется рентгенография 12-перстной кишки. Дуаденоскопия, где это возможно, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. Ультразвуковое исследование, лучше бы эндоскопическое. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Если мы говорим о эндологическом исследовании 12-перстной кишки, то где-то у 2-3 больных она выявляет уже картину подозрительную на опухоль фатерового соска. Только вот это исследование, оно, его может себе позволить, ну, большинство лечебных учреждений, независимо от того, где они находятся и их величины. Очень, конечно, ценную информацию приносит дуаденоскопия с ретроградной панкреатохолангиографией. Исследование это информативное, но не всегда безопасное. Поэтому проводится только в стационаре, только под наблюдением, только квалифицированным персоналом. То есть оно такое непроходное исследование. Но, если оно проводится, то более чем в 90% случаев можно получить данные за карциному фатерового соска, либо за какую-то другую органическую патологию этой зоны. Прогноз, к сожалению, при раке поджелудочной жизни неблагоприятный. Опухоль не всегда резектабельна. И летальность после радикальной операции достаточно велика. Хотя в последнее время и с прогрессом науки и техники эти показатели неуклонно улучшаются. Возможно, это отражает как более раннюю диагностику, благодаря применению современных методов визуализации, ну или отбором для операции больных с меньшим объемом поражения. Поэтому и статистика улучшается. Прогноз при раке ампулы более благоприятен и пятилетняя выживаемость гораздо выше. В любом случае методом выбора является панкреатодоаденальная резекция. Ее классический вариант – операция УИПЛА. Вот операция УИПЛА, собственно, панкреатодоаденальная резекция. Удаляется сама опухоль, часть поджелудочной железы, 12-перстной кишки, при необходимости часть желудка и желчный пузырь. А затем, смотрите второй рисунок, накладываются анастомозы, восстанавливаются проходимости целостной соединений желудка, 12-перстной кишки, желчных протоков и протоков поджелудочной железы. Операция достаточно объемная, не всегда проста и выполняется в два этапа, как правило. И вот наша пациентка, иллюстрирующая вот эту сложность, именно к ступенчатости диагностики рака большого додонального сосочка. Пациентка, ей 61 год, она поступила с жалобами на умеренный кожный зуд, который усиливался в вечернее ночное время. Потемнение мочи, осветление кала, потемнение кожи, желтоватый оттенок склер, тошнота, тяжесть, тире чувство дискомфорта в верхней половине живота. Похудела она на 7 килограмм за 3-4 месяца, у нее слабость, у нее снижение аппетита, у нее повышение, как она говорила, температуры тела до 37. Ну, мы понимаем, что до 37 это, в принципе, еще нормальная температура, но пациенты привыкли, что нормальная температура 36,6, и любые другие цифры трактуются ими как повышение. Иногда малопродуктивный кашель, казалось бы, при чем он здесь. Начинаем пациентку расспрашивать и выясняем, что в течение жизни у нее частые бронхиты, да, откуда кашель. И в треме ставился диагноз хронический бронхит, она получала терапию антибиотиками, она отмечает аллергические реакции на некоторые препараты. Во последние 4-5 месяцев перед вот этим вот поступлением к нам ее беспокоит тошнота, по поводу которой принимает с незначительным эффектором дотраверин, не говорю торговое название этого препарата, а его эффект всегда незначительный. Появляется похудание у нее, она отмечает постепенное диффузное потемнение кожи с пигментными пятнами, непостоянный и неинтенсивный, но все-таки зуд преимущественно на теле. У нее отмечается желтушный склер, к которому присоединяются потом и очень быстро осветленный стул и потемнение мочи. Понятно, о чем идет речь. В принципе, все это уже заставляет задуматься о том, что у пациентки может быть желтуха механического происхождения с препятствием для оттока жертвы. Ее начинают беспокоить боли в эпигастрии, подвигается лихорадка, появляется резкая остенизация, лихорадка увеличивается. Она в поликлинике в этом наблюдается, тут поликлиника. Мы же говорим в большей степени для врачей первичного, но вот в поликлинике она с такой симптоматикой. Ей назначают эзофагогастроденоскопию, ГДС, при которой выявляется язва луковицы, вот мы с вами говорили, язва луковицы, 11-першные гишки, выявляется гастрит, назначаются определенные препараты, рутинные такие, да. Проводимое лечение, болевой синдром в эпигастрии купируют, делают контрольный ГДС, рубцевание язвы, все, все успокаиваются. В поликлиниках. Но в анализах-то крови отмечается ускорение сои до 50 мм, а кожный зуд сохраняется, и кал-то осветлен, и моча-то темная, значит нужно искать механическую желтуху. По УЗИ есть кое-какие признаки. В анализах крови некоторые увеличения холестерина, трансаминазы подросли, АЛТ до 150, АСТ до 90, и очень здорово повышенная щелочная фосфатаза и гамма-глутаматранспептидаз. Она направляется из поликлиники на консультацию в одно очень уважаемое научное и лечебное учреждение, и там с диагнозом симптоматической язвы, место перстной кишки, ее наблюдают, чем-то лечат, препараты потом она самостоятельно отменяет, принимает самоспазмолитики, антоциды, они будут без эффекта, и в общем какое-то время находится с диагнозом первичный билярный цирроз. Ну, наверное, все привязались к кожному зуду, к изменению окраски кожи, к кожному зуду. И вот она поступает к нам. При поступлении. Состояние средней тяжести, сознание ясное, астенично, пониженного питания, при росте 162 см, вес 49 кг. Достаточно худощавая и миниатюрная. Загорелые кожные покровы, которые сбивали иногда врачи, она действительно загорала. Землисто-бронзовым обтенком, множество пигментных пятен под этим загаром, тургор кожи снижен. Ну, вы знаете, что загар, солнце снижает тургор кожи. Видимо, и слизистые более-менее нормальные, склееры желтушные. Все остальное без особенностей. Жестковатое дыхание без хрипов, тонны сердца более-менее, частота снижения сокращения где-то на верхней границе нормы, но чуть выше, давление нормальное. Сниженный аппетит, живот чувствительный при пальпации в околопопочной области, край печени плотный. И вот положительный симптом курвазье. То есть пальпируется увеличенный желчный пузырь. И проводится лабораторное обследование, которое в красной и белой крови обычно ничего, так сказать, не выявляет особенного. Соя увеличена 51 мм. Ну, тромбоциты нормальные, белок тоже. Все вот приведенные здесь показатели в пределах нормы. Что же не нормы? Белирубин повышен, как положено приходить. Белирубин повышен и общий, и прямой. Трансаминазы повышены. Ну, так, в допустимых пределах. Ну, вот щелочная фосфатаза и габаутаматранспептидаза повышены существенно. Ну, поскольку кашель делает рентгенологические исследования грудной клетки, и там выявляют эмфизему и пневмофиброз и посттуберкулезный обезусленный очаг, видимо, был туберкулез, обезусленный аорты. Спирография выявляет нарушение, скрытое обструктивное нарушение, КГ более-менее ничего. И вот УЗИ органов брюшной полости и почек. Выявлена дилетация внутри печеночных желчных протоков левой доли. Холедах резко дилетирован до 21 мм. Просвет пуст, но в терминальном отделе нечетко, но выявляется гипоэхогенное образование диаметром до 1,5 см. Опухоль под вопросом ставит врач-исследователь. Желчный пузырь, дилетирован до 40 мм, изогнут в шейке, стенка утолщена, в просвете уровень гиперхогенной желчи, головка поджелудочная не видна, но тело и хвост нормальные, несколько уплотнена паранхима, версунгов проток расширенный. Заключение по результатам УЗИ органов брюшной полости и почек. Механическая желтуха и нельзя исключить опухоль области большого дуоденального сосочка. Надо уточнять. Уточнять как? Компьютерная томография органов брюшной полости. Протоки выявлены печени значительно диффузно расширенные, и общий печеночный, и пузырный, и общий желчный существенно расширены. Значительное расширение главного панкреатического и добавочного протока. И дилетация желчного пузыря подтверждена. Незначительно увеличена плотность печени, увеличение головки поджелудочной железы в конечной части общего желчного протока и области большого дуоденального сосочка. Механическая желтуха с блоком на уровне большого дуоденального сосочка. Опухоль. Под вопросом. Почему под вопросом? Ее нужно доказывать. Доказывать как? Проводить эзофагогастро-дуоденоскопию с эндоскопической ретроградной холангио-панкреатографией. Вводится фиброскоп. В пищеводе желудки луковицы без патологических изменений, без варикозно расширенных вен. Фатеров сосок до 1 см. Слизистая с утолщенными ворсинками. В конце с утолщенной контурирующей, выступающей в просвет кишки, продольной складкой. Тогда нигде не был замечен фатеров сосок. Делая дуоденоскопию, его нужно еще уметь вывести, чтобы посмотреть на него. Тогда это не удалось сделать. В силу каких причин, не знаю. Производит конюляцию. Вводится контраст. Контрастируются расширенные желчные протоки. До внутри печеночных. Широкий холедах. В терминальном отделе холедах сужен. Контуры здесь нечеткие. Делается попилосфинктеротомия. Желчь выходит. Через ответствие вводится зонд. Производятся санации. Эноскопическая и рентгенологическая картина интрапапиллярного блока. Вероятнее всего, опухоль взята. Биопсия. Вот, собственно, она и верифицирует этот диагноз. После попилосфинктеротомии делается опять узью органов брюшной полости и почек. Отмечается уменьшение диаметра внутри печеночных желчных протоков и общего желчного протока. И желчный пузырь размерами уже на верхней границе нормы. В цитограмме из фатерова соска клетки аденокарциномы. Биопсия. Картина умеренно дифференцированной аденокарциномы. Таким образом, общий диагноз, клинический диагноз нашей пациентки звучит так. Так, рак, умеренно дифференцированная аденокарцинома области большого додонального сосочка, механическая желтуха, вторичный гнойный холонгит, обструктивная болезнь, легкий хронический бронхит в неполной ремиссии, пневмофиброз, эмфизема и вентиляционные нарушения, нерезкие по обструктивному типу, постуберкулезные очагов, изменения в легких, атерослирусовых, то есть полиморбидность, это все-таки есть, но пациентке 61 год. И диагностируя одно заболевание, мы не должны забывать о необходимости диагностирования других заболеваний и их лечений. Так вот, после папилосвинтеротомии и проводимой терапии состояние пациентки улучшается, снижается кожный зуд, купируется лихорадка, уходит кашель, улучшаются биохимические показатели крови, снижается билирубин, существенно снижается щелочная фосфатаза и гамма-ГТ, нормализуется уровень трансаминаз. Пациентка на фоне вот этого улучшения стабилизации состояния переводится в хирургический стационар для оперативного лечения, ей проводится панкреатодональная резекция, успешно проводится, и дальше на некоторое время наблюдается в хирургической клинике. Почему показываю этот случай? Почему этим случаем иллюстрирую вообще всю эту тему? Вообще представленный случай демонстрирует сложность диагностики рака в области большого донального сосочка как причины механической желтухи. Что обращает на себя внимание? Пациентка наблюдалась в нескольких лечебных учреждениях, неоднократно обращалась в лечебные учреждения и в поликлинику, и в научно-клиническое лечебное учреждение, не говорю его название. Специализированная, однако неадекватной диагностики, неадекватной помощи она там не получила в силу каких-то ряда обстоятельств. В силу ли редкости заболевания, в силу ли не настороженности врачебного персонала в отношении возможности развития такого заболевания. Но вот, к сожалению, так произошло. Это наблюдение интересно еще и тем, и как раз тем, что рак области большого донального сосочка в нашей с вами нехирургической, вот, терапевтической практике, а мы общаемся как участковые терапевты, врачи общей практики, амбулаторные врачи, встречается достаточно редко. И встречаясь редко, у нас снижается настороженность в отношении того, что он вообще может быть. И вот эта наша беседа, я думаю, какое-то такое зернышко памяти о том, что причиной механической желтухи может быть рак, маленький, таящийся в этом маленьком, но называемом большим дональном сосочке у вас останется. И надеюсь, это поможет вам в вашей работе. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги.